Всем здравствуйте! Меня зовут Лариса и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня выходит мое итоговое видео. Здесь я хочу рассказать вам о проделанной работе за месяц. Но прежде чем приступить к этим цифрам, скажем так, хочу немножечко поразлагольствовать. Дело в том, что это уже, наверное, пятая попытка начать снимать видео. Наверное, потому что сегодня мы с девочками с утра обсуждали, насколько важно говорить в кадре правильно. Нужно ли писать, может быть, сценарий, чтобы не было таких пауз, когда включаешь камеру, и слова куда-то разбегаются, как будто ты никогда их не знал, и ты вообще не знаешь, что сказать. А до этого у тебя была куча идей в голове, куча мыслей, чем ты хотел поделиться. И, наверное, вот все это я переваривала в голове. И вот когда я сегодня включила камеру, у меня происходят оговорки. И это, наверное, повторюсь, уже пятая или шестая попытка начать снимать видео. И эту тему затронули мы еще и у Ани Полозняк на эфире. Дело в том, что Аня родом из Белоруссии, и у нее проскакивают такие слова интересные. И некоторым зрителям это не нравится. А мне, например, нравится. Я люблю в блогерах именно естественность, потому что это интересно слушать людей из разных местностей, скажем так, из разных областей и властей, где везде свой диалект. Это очень интересно. Это просто вот слышать другую речь, это как музыка. И мне очень интересно узнать мнение моих зрителей. Я понимаю, что меня их очень мало пока, но все-таки хотелось бы знать, что для вас более важно. Просто слушать своего блогера, и чтобы это было просто приятно, интересно. Может быть, какие-то родственные души каждый мы находим для себя. Или вам нужно и важно, чтобы это была правильная, поставленная речь. Ведь у нас мало у кого есть, скажем так, филологическое образование. Или мы так все хорошо знаем свой родной язык. И чаще всего мы говорим так, как говорят наши местности. То есть местный диалект, он накладывает свой отпечаток. Но я, например, не вижу в этом ничего плохого. Я в некоторых словах, я не знаю, как правильно ставить ударение. Накид или накид. Рапорт или рапорт. Конечно, я могу погуглить перед началом съемки. Но могу сказать это первый раз правильно. А потом я скажу так, как я это говорю. Так, как я привыкла это всегда говорить. Но когда я училась вязать сама крючком, мне была важна именно информативность видео. Насколько мне понятно. То, что показывает человек в кадре. А как он говорит накид или накид, для меня это уже было второстепенно. Но все мы люди разные. И у меня пока нет информативных и полезных видео на канале. Я думаю, что все впереди. Но тем не менее, хотелось бы узнать ваше мнение. Девочки-блогеры, которые особенно знают, что смотрят меня, тоже начинающие блогеры, потому что мы стараемся поддерживать друг друга. Мне интересно, пишите ли вы сценарий, делаете ли вы какие-то заметки себе на черновичок. Может быть, рядышком у вас лежит листик с подсказками, как правильно ударение ставить. Вот, например, один из таких ярких примеров. Альпака или альпака. Я, например, говорю альпака. И теперь я уже знаю, что правильно, альпака. Но у меня не поворачивается язык, так сказать. Очень часто мы с девочками поднимаем этот вопрос. Как правильно говорить, что некоторые снимают по несколько раз. Потом при монтаже даже знаю, что некоторые видео так и не выходят в эфир, скажем так. Потому что девочки очень придирчивы к себе. Может быть, это еще из-за того, что бывают такие комментарии, когда каждый считает своим долгом указать на неправильно произнесенное слово, неправильно поставленное ударение. Но, мне кажется, это не столь важно. Важно, наверное, просто родственное общение, общение по интересам. И нужно быть просто, не знаю, нужно быть таким, какой ты есть. И не заморачиваться слишком по этому поводу. А потом еще... Ведь все приходит с опытом. И чем чаще, например, снимаешь видео, тем проще это дается. В мае месяце у меня вышло... Ну, об этом я скажу еще впереди. У меня вышло видео мало. И каждый раз, когда я забиралась снимать, я готовилась к съемке, и мне давалось это все сложнее и сложнее, потому что были большие перерывы в видео. А когда это происходит каждый день, то есть это уже... Ну, уже как-то нарабатывается опыт. И действительно, уже ты говоришь-говоришь, и нет вот этих каких-то затык, нет больших пауз. И все приходит с опытом. Но все равно мне хочется знать ваше мнение. Что вы по этому поводу думаете? Насколько важна вам правильная литературная речь? Или вам просто важно общение с единомышленниками, скажем так? Пишите в своих комментариях. Это действительно очень такая животрепещущая тема. И последние дни мы с девочками очень часто ее обсуждаем. Итак, приступим. Вернемся к итогам. Извините. Так, значит, в мае месяце мной было связано 2231 метр. Это чуточку меньше, чем в прошлом месяце. Но это учтены те метры, которые дошли до, скажем, логического завершения. То, что было связано. Мной в этом месяце еще, наверное, тысячи метров, если не больше, была распущена. Я начинала вязать два платья детских. Но мне не понравилось, как это смотрится. Это опыт был такой вязание по фотографии. И вязала я крючком. И мне не очень понравилось то, что у меня получалось. А девочки, кстати, Оля и Надя, они связали эти платья. Ну, у них есть на кого мерить. Наверное, поэтому им было легче. Мне мерить не на кого. И немножко я засомневалась в пропорциях. Да, таблицы таблицами. Но все-таки, когда есть у тебя ребенок, на котором можно померить, это как-то смотрится более естественно. И внушает доверие, что ли, когда ты видишь конкретно на ребенке, как сидит вещь. А когда ты опираешься на таблицы, а визуально ты смотришь на платье, и ты видишь, что что-то не так, ну, немножечко не хочется делать работу впустую. Поэтому эти два платья мной были распущены. Так, значит, я связала себе шляпку. В прошлом видео я показывала, что она у меня лежит в процессах. Я ее закончила. И вставлю вам фотографию в конце видео. В этом месяце мной было снято всего-навсего 18 видео. Повторюсь, что у меня не было возможности снимать чаще. Потом, опять-таки, прослеживается тенденция, либо мы больше вяжем, либо мы больше снимаем. В этом месяце я... Был у меня такой опыт. Я сшила, связала платье. Опять-таки, я не знаю, как правильно говорить. Я его сшила или связала. Это было детское платье на вязаной кокетке. И юбочку сшила я из штапеля. Также мной был сшит чехол на ярмарочный стол. Вот это далось мне очень тяжело. Особенно вшивать молнии. Вот мне вообще это совсем не понравилось. Но, тем не менее, стол у меня теперь есть, чехол у меня есть, с карманами, все как положено. Мне удобно. Удобно. Теперь с таким столом и с таким чехлом я могу в кармашки положить и пакетики, чтобы быстро достать и сложить покупку. И также и вода под рукой. И все, что необходимо, у меня все в этих карманах. Но я их пришила два. Нужно, наверное, пришить еще парочку карманов, чтобы было еще удобнее. Что еще в этом месяце? В этом месяце я попала на ярмарку... Извините. В этом месяце я была на выставке собак. Мы были там от своего клуба. Были представлены там, как мастера руходили. Это было очень интересно. Такое количество собак, больших, красивых, живьем. Вот вживую я никогда не видела. Тем более, что я боюсь собак. А здесь у меня даже была возможность их погладить. И, конечно, когда собака дрессированная, послушная, с хозяином, то это не так страшно. Вот. Потом в этом месяце мы съездили с мужем, наконец-то, в наш парк в Каменске, в Шахтинском. И видео об этом есть на моем канале. Это был мой первый такой опыт влогового видео. Но, опять-таки, везде звучит музыка. И поэтому мне потом просто пришлось удалить звук видео и наложить музыку, ту, которую я могу использовать в приложении, в котором монтирую свое видео. И поэтому немножечко, как бы так, первый блин вышел к умам, потому что нарушение авторских прав, никто не хочет, как говорится, быть нарушителем этих законов установленных порядков. И поэтому вот такой вот у меня вышел первый влог. Ну, даже не влог, это, наверное, а просто такая прогулка по парку. Потом побывала я, опять-таки, с коллегами своего клуба на фестивале сказок в городе Ростов-на-Дону. Тоже было очень красочное мероприятие, очень интересно. И тоже мне пришлось убрать звук полностью и, опять-таки, наложить музыку с приложения, которое там есть. Но немножечко это, мне кажется, вот когда звучит другая музыка, это убирает вот эффект присутствия. Когда ты... Вот когда я дома монтировала видео, и там еще есть звук, который присутствовал на празднике, это создает такой некий эффект присутствия на самом празднике. А когда я смонтировала видео и убрала весь звук, и наложила музыку, ну, этот эффект немножечко, конечно, теряется. Но мы, как говорится, здесь бессильны, поэтому все равно хочется снять и показать вам, где я бываю, что я вижу. Ну, мне кажется, может быть, кому-то это будет интересно. Так что вот у меня в этом месяце вышло три таких видео о моих поездках. Конечно, я только учусь, может быть, нужно мне где-то уличить такой момент, где не играет музыка, где-то встать в сторонке и рассказать конкретно, что это за мероприятие, что за событие. Но я буду учиться, я делаю выводы, анализирую все свои ошибки и думаю, что я буду исправляться. И если у меня будут случаться еще поездки на такие какие-то вот большие мероприятия, то это будет интереснее. Так, ну и, пожалуй, наверное, такое мое видео какое-то на сегодня вышло сумбурное. Но вот захотелось мне почему-то порассуждать на эту тему, потому что есть сомнения и есть некий страх, когда вот опять-таки я стала монтировать такие видео о своих поездках. Это опять что-то новое для меня, и появился страх, делаю ли я это правильно и нужно ли оно вообще. И тут девочке еще подключилась тема обсуждения, правильно ли мы говорим или нет и насколько это важно. Ну, я вот сама люблю смотреть девочек, тех, которые не заморачиваются на правильности речи, которые просто показывают свою жизнь, которые, ну, живут как живут. Они говорят так, как они говорят. Они просто делятся с нами вот своей жизнью, своими какими-то радостными событиями. И мне нравится смотреть именно таких девочек. Я люблю смотреть Анечку Полозняк, я люблю смотреть Маргариту Герасимову, я люблю смотреть Куму и ее Марину. Мне нравится смотреть Лену Свирину, мне нравится смотреть Лину Сергеенко. И у каждого у них своя речь, своя манера говорить. И это здорово, мне кажется, это классно. И нужно просто оставаться каждому самим собой. И тогда нас, я надеюсь, тогда нас будет интересно смотреть. Спасибо за просмотр. Всем добра. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»